Обзор событий уходящей недели. Глава Госкомитета информации и печати Мария Кутаева рассказала о самых значимых новостях. Начала она с международной повестки. Делегация Южной Осетии вернулась из Сирии, где принимала участие в 61-й Дамасской международной ярмарке. По словам Кутаева, поездка была продуктивной. Нашим удалось установить экономические взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой. Министр экономического развития Республики Южной Осетии Геннадий Бекоев и министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Самир Аль-Халель подписали соглашение об открытии торговых домов Республики Южная Осетия и Сирийской Арабской Республики. Эта работа уже начнется до конца этого года. Представители Сирии приедут в Южную Осетию для определения площадок по строительству торговых домов. И, соответственно, Южная Осетия будет продумывать о том, какую продукцию можно будет вывозить в Сирию для выгодной реализации. Глава комитета также сообщила, что сегодня в Абхазию вновь отправились наблюдатели, которые будут следить за ходом второго тура президентских выборов. Он пройдет 8 сентября. Южная Осетия сегодня отправилась в Абхазию в лице вице-спикера парламента Петра Агасиева и первый заместитель президентской администрации Алан Джусоев. Они снова примут участие в президентских выборах в Абхазии, будут наблюдать за ходом второго тура президентских выборов в день голосования, будут оценивать ситуацию. На этой неделе состоялось заседание правительства, где кабинет министров рассмотрел 8 основных вопросов. Среди них законопроект о внесении изменений в госбюджет, поправки в проект закона о госпошлине, оказании материальной помощи и другие. Не обошла стороной Кутаева и ситуацию, которая сложилась на границе в селе Юиста. «Всех нас радует новость о том, что наши пограничники смогли занять высоту, которая расположена, просто говоря, выше грузинского поста, а это уже дает ряд преимуществ нашим пограничникам по обеспечению безопасности. И этот вопрос находится на полном контроле президента». В завершении брифинга глава комитета сообщила, что 9 сентября, в день установления дипломатических отношений между Южной Осетией и Российской Федерацией, в республике пройдет ряд мероприятий. Стелла Бязарова, Олим БТФ, Зарина Татаева. Информационный выпуск. Сегодня.